Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о трансферной политике московского «Спартака» и сосредоточимся на целой череде новостей и инсайдов, которые касаются возможного перехода Джона Кордубы в «Красно-белый клуб». Сейчас вот просто все ленты забиты этими сообщениями. Сперва о том, что Кордуба переходит, потом опровержение от Вани Карпова, потом уточнение, что Кордуба требует большую зарплату, потом снова опровержение от Карпова, который на этот раз сказал, что переговоры идут, но пока что не договорились, отказались и вышли из переговоров пока что из-за вот этих самых финансовых требований представителей «Спартака». Не хотят платить Кордубе астрономическую зарплату, которую он требует. В общем, тут все максимально запутано, но на этот раз, во всяком случае, трансферной «Санта-Барбары» в стиле «Актер Каглу» или «Барко» не получится, потому что трансферное окно скоро уже закроется. И вот на фоне всего этого я решил разобрать данную ситуацию, зачем это «Спартаку», потому что многие действительно не понимают, зачем сейчас Кордуба, зачем это самому футболисту и почему, на мой взгляд, больше всего от этой сделки выиграет Краснодар, если сделка все-таки будет завершена. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, начнем с самого простого вопроса. Это Краснодар. Вот для них сейчас возможность продать Кордубу – это просто подарок. По-другому и не скажешь. Сами посудите. Джон Кордуба, конечно, очень полезный футболист. Наверное, одна из главных звезд российского чемпионата, если судить по статусу, по уровню и так далее. Футболист прекрасный, но есть несколько нюансов. Во-первых, возраст. Ему уже за тридцатник, и поэтому ждать от него каких-то улучшений в ближайшее время не стоит. Напротив, он будет постепенно стареть, падать в уровне, а учитывая его травмоопасность, здесь вообще ситуация уже крайне тяжелая. Потому что травмы, они, ну, просто преследуют всю жизнь этого несчастного футболиста. И, во-первых, это автоматически, ну, как бы это сказать, ускоряет процесс старения. Потому что, когда тебе 38, допустим, и у тебя нет за спиной особо травм, как у Криштиану Роналду, ты, может быть, даже будешь как-то помоложе, чисто биологически, чем 30-летний футболист, у которого куча болячек, куча повреждений и так далее. К сожалению, это факт, и Кордуба крайне травматичен. То есть, во-первых, он сейчас стареть будет активнее, чем другие футболисты его возраста. Во-вторых, никто не даст гарантий, что он через пару матчей не получит очередное повреждение и не вылетит нафиг на пару месяцев. Последнее время вроде как у Кордуба дела с травмами стали получше, но все равно вопросы и сомнения есть. Это игрок хрустальный. К тому же у Кордубы истекает контракт. И по факту сейчас у Краснодара последний шанс продать его за реальные деньги. Отдать его и что-то получить. Иначе он дальше уйдет бесплатно. Ну и плюс к этому Кордуба тут недавно как бы из состава был выведен фактически на некоторое время из-за попытки перейти в Зенит. Ну или из-за требований, чтобы его отпустили в Санкт-Петербургский клуб. Поэтому сейчас Кордуба еще и с моральной точки зрения ведет себя неоднозначно. Кстати, тут же можно вспомнить и его характер, и то, что он постоянно то удаление, то дисквалификация, то еще что-то. В общем, если этого футболиста сейчас за вот короткий срок до истечения контракта можно куда-то продать и за хорошие деньги, я думаю, Краснодар будет просто счастлив. А сейчас появляются сообщения о том, что Спартак готов заплатить 16 миллионов евро. Вот такие вот дела. Сумма, ну на мой взгляд, даже неадекватная. За футболиста на истекающем контракте и ветерана. Но если это действительно так, то Краснодар, я думаю, согласится на такие условия. С другой стороны, тут, конечно, есть важный нюанс, успеет ли Краснодар подписать кого-то взамен. Тут есть разные слухи, что они Даку хотят купить и уже обратились в Рубин, что хотят подписать кого-то из-за рубежа, в том числе суперзвезду из гаеческого АЕКа. Посмотрим. Но здесь, конечно, для Краснодара самое главное успеть кого-то взять, потому что продать Кордубу это одно, а дальше, а дальше вы без нападающих можете остаться. С Кокшаровым молодым будете играть впереди или с кем-нибудь еще. Не суть важно, просто сильных нападающих у Краснодара на подмену сейчас особо нет. Смолов вернулся, это, конечно, прикольно, легенда, все дела, но вытянет ли он сезон в качестве основного страйкера? Сомнительно, мягко говоря. Теперь давайте о Кордубе. Тут ситуация тоже понятная. Футболист немолодой, контракт истекает, и он понимает, что получить такие же деньги, как в России, он нигде не сможет. Ну, может быть, в Саудовской Аравии какой-то шейх им заинтересуется или еще что-то, может быть. Но на данный момент объектинга в Европу, если он поедет, получит контракт на миллион, миллион пятьсот и все. А в России, в России он может поторговаться. И вот сейчас именно это стало камнем преткновения, потому что Кордуба хочет серьезный контракт и по длине, и по сумме. А Спартак, ну, Спартак, может быть, и не хочет так рисковать. Потому что представьте себе ситуацию, что Кордуба выбивает себе идеальные условия, получает пять миллионов в год, а это его требования, и получает контракт на три или четыре сезона вперед. И тут же начинает ломаться. И, понимаете, Спартак в такой ситуации 20 миллионов просто выкидывает впустую. То есть Спартак тоже здесь хочет так или иначе перестраховаться, и поэтому торгуется. И это понятно. Учитывая травмоопасность Кордуба, его возраст и все остальное, здесь все ясно. Поэтому тут вопрос в деньгах. И Кордуба, понимая, что мало где он получит такие бабки, только если у арабов, он пытается выбить здесь условия получше. Из Краснодара выбить условия хорошие сейчас вряд ли получится, потому что, во-первых, отношения, видимо, немножко подпорченные. Во-вторых, Краснодар, ну, скажем так, наверное, хочет омолодить свою группу атаки, и поэтому в том числе будет готов продать Кордубу. Поэтому здесь Спартак самый понятный вариант для Кордубы, чтобы срубить бабла, и поэтому остаться в большом клубе, претендовать на что-то в России, играть с серьезными футболистами, бок о бок, и все в этом духе. То есть тут тоже все плюс-минус понятно. А теперь главный вопрос. Зачем это все Спартаку? То есть, окей, понятно, что вы отдали Соболева, понятно, что Виллиан Жозея со своей толстой задницей пока что не тянет, понятно, что в Шамаре Николсоне есть определенные сомнения, но, простите, ситуация в нападении не настолько критическая, чтобы вкладываться настолько масштабно, 16 миллионов, или сколько там еще пишут в прессе, в подписании ветерана. То есть, все это напоминает какие-то, знаете, экстренные меры, когда в спешке, в суматохе, пытаясь решить какую-то крайне тяжелую проблему, команда делает резкие движения. Но здесь проблемы нет. Мы видим, что на данный момент Угальде прекрасно работает как центральный форвард, основной, ведущий и так далее. Да, есть вопросы по остальным, но, опять же, у меня есть ощущение, что Виллиан Жозея рано или поздно наберет форму, Шамар Николсон, если что, тоже себя проявит, а потеря Соболева, учитывая его последние выступления, это не потеря. Поэтому здесь, ну, не знаю, все это смотрится как-то странновато. Возможность перестройки команды, она допускается. То есть, мы можем теоретически себе, ну, знаете, представить вот эту картину, что Кордуба приходит в Спартак, выходит на позицию центрфорварда, а Угальде смещается на левый фланг, где он, кстати, ситуативно в Спартаке появлялся и даже неплохо там действовал. Опять же, вы можете посмотреть мои тактические разборы матчей Спартака, там я все это так или иначе анализировал. И там вы можете это все как раз заметить, я там прорисовал теплые, тепловые, простите, карты, все остальное, там видно, что периодически Угальде туда кренится, смещается и что-то так или иначе создает. То есть, этот вариант, он рабочий. Плюс к этому были моменты, когда Жозе появлялся на поле, Угальде смещался налево, и вот, пожалуйста, мы получали такой вариант развития атаки. И таким образом, фактически Кордуба будет способом решить проблему левого фланга. То есть, не подписали актер Каглу, не договорились с другими футболистами на левую бровку, окей, сюда двигаем Угальде, Кордубу в центр нападения. Может это сработать? Может. Четверка атаки Кордуба, Угальде, Барко, Бонгонда смотрится неплохо. Но опять же, это получается, что вы так или иначе ломаете то, что работает. Угальде в нападении прекрасно себя чувствует, у них уже связка с Барко. И да, слева он тоже хорош, но вы так или иначе начинаете масштабно обновлять атаку, и это тоже определенный риск. Так, если бы вы взяли левого крайнего, вам просто ввести одну новую позицию в систему координат. А так вам и центр нападения менять, и левый фланг, и все остальное. И тут уже поневоле возникают вопросы. И да, плюс к этому Кордуба с травмами со всем остальным, это тоже крайне неоднозначный актив. А если он будет подписан за большие деньги и на большую зарплату, тут, сами понимаете, может возникнуть тот самый момент в стиле Денисова. Когда пришел Халк с Вицелем в Зенит, все узнали, какие охреневшие деньги они получают. И тут появился Игорь Денисов, побежал к руководству требовать повышения. А дальше и все остальные. Здесь в Спартаке даже футболист по фамилии Денисов есть, поэтому риск достаточно серьезный. В общем, тут сложная, запутанная история, и я бы сказал так. Спартак какую-то сиюминутную, знаете, такую эпизодическую выгоду для себя может получить от подписания Кордубы. Но подписание этого футболиста на несколько лет вперед на большую зарплату, это может быть серьезная ошибка на будущее. И в первую очередь от этого выиграет Краснодар и сам футболист, на мой взгляд. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Спасибо вам. Дамы и господа, вы лучшие.